Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс, в студии Ольга Пименкова и в начале коротко о некоторых темах нашего выпуска. Зима, мороз, аварии. Без воды сегодня остались Древлянка, Перевалка и студенческий городок. Внесите же воздух, у меня заветный, серебряный, самоцветный. Он чудо творит в Новый год. Он елочку нашел за счет. Сегодня в Петрозаводске официально дан старт новогодним праздникам. На площади Кирова начал работать детский городок. Не было никаких разговоров о том, чтобы дать сотруднику ГАИ взятку. И на вызовы сотрудники ГИБДД ездили на общественном транспорте. 33 года назад в Петрозаводске появился отдел ГАИ. Серьезная авария произошла сегодня на канализационных сетях Петрозаводска в районе улицы Фрунзе. Вышел из строя коллектор, который соединяет два микрорайона Древлянку и Перевалку с канализационно-насосной станцией. Чтобы устранить неполадки, коммунальщикам пришлось отключить воду. В результате без холодного и горячего водоснабжения остались Древлянка, Перевалка и студенческий городок. Эфим Овчинников побывал на месте аварии. Авария на сетях в районе улицы Фрунзе обернулась настоящим стихийным бедствием для жителей окрестных домов. Потоки сточных вод затопили подвалы. Кто-то опоздал на работу, кто-то решил не везти в садик ребенка. Вышли с улицы и провалились из воздуха. Вот после чего вода стоит у нас. Вот видите, что творится. Освободишь же зимнее, выйдешь на улицу, потому что ноги будут во льду все, в воде. Реки сточных вод превратили заваленные снегом дворы в непроходимое болото, пересечь которое подчас мог только мощный трактор. По словам коммунальщиков, авария на сетях перевалки произошла еще вчера, но ее удалось устранить, не отключая от водоснабжения районы города. Однако сегодня утром трубы не выдержали вновь. Это серьезно, конечно. Сегодня без воды. Сейчас отключили четвертый микрорайон, то есть древлянку и перевалку отключили от воды. Из-за чего произошло? Все в жизни у нас. Сталь ломается, ломается. Надо менять. Сети уже ветхие. Надо менять их тоже. В мэрии города пообещали организовать для граждан подвоз воды в специальных цистернах. А в официальном сообщении участники оперативного штаба попросили жителей Петрозаводска по возможности ограничить слив воды в систему водопровода и канализации. По последней информации, аварию уже ликвидировали. Еще несколько часов понадобится, чтобы подключить все дома к водоснабжению. Ориентировочно вода в квартирах жителей Древлянки и Перевалки появится к 9 часам вечера. К другим новостям. Сегодня в Петрозаводске закрыли еще два бара и часть помещений одного ночного клуба. Также городской суд принял решение о приостановлении деятельности на 80 суток Карельской филармонии. Во всех случаях причина – грубые нарушения правил пожарной безопасности. Таким образом, в городе сейчас уже не функционирует 7 заведений. Ночные клубы и другие увеселительные заведения по всей стране начали проверять после трагедии в Перми. В Карелии пожарные работники прокуратуры осмотрели больше ста помещений, где размещались дискотеки, бары и рестораны. Почти во всех нашли нарушения правил пожарной безопасности. Проверки и предписания дали неплохие результаты. Владельцы клубов зашевелились. В помещениях стали появляться дополнительные выходы, система оповещения при пожаре. Одним из первых за ум взялось руководство бара «Контакт». Сначала клуб закрыли по инициативе хозяев, чтобы устранить нарушения. Потом пришли приставы и закрыли клуб уже официально. Теперь все требования пожарных выполнены. Клуб работает с 22-го числа, то бишь с этого вторника. Клуб работает, техника пожарной безопасности вся соблюдена. Все, соответственно, было исправлено. И с 22-го числа, то бишь с этого вторника мы работаем открытые для людей, которые придут к нам отдыхать. Под пристальным вниманием пожарных, милиционеров и медиков проходила сегодня главная губернаторская елка в Петрозаводске. В музыкальном театре Карелии дети, приехавшие со всей республики, первыми увидели балет «Щелкунчик» – рождественскую сказку по мотивам одноименного произведения Гоффмана. Настоящий рождественский морозный день на улице и рождественская сказка в музыкальном театре. В роли главного волшебника – глава республики. Эта елка проводится от его имени. С ним по традиции фотографируются. Главные гости – это дети. Самые талантливые, способные, одаренные и спортивные. Те, кто в этом году добился наилучших результатов. На этих соревнованиях в воскресенье 20-го было первое место заняло чемпионом города Петрозаводска. И в 2008 году то же самое. В меня и тренер душу вкладывает, чтобы это я показывал. И самому понравилось. Они ехали в столицу из всех уголков Карелии. Отличницам из поселка Реблы пришлось добираться сначала на автомобиле, потом на автобусе и затем на поезде. Когда нам предложили, мы, конечно же, все были в шоке. Все были очень счастливы. Волшебство существует, я думаю, на самом деле. По поводу такого праздника им позволено, если не все, то уж точно немного больше обычного. Например, не выключать в зрительном зале мобильные телефоны, фото и видеокамеры, чтобы могли запечатлеть все и чтобы было, что потом вспомнить и рассказать друзьям, когда вернуться из столицы домой. Я очень рад, что у нас есть возможность пригласить большое количество вновь построенный после ремонта наш замечательный дворец, наш театр. Ну и главный подарок – волшебная сказка балет «Челкунчик». История о добром сердце маленькой девочки и ее самопожертвовании ради дружбы и любви. Сегодня зрители губернаторской елки первыми увидели этот новогодний спектакль. После представления в театре детей еще ждало веселья в новогоднем городке на площади Кирова. Сегодня его открыли официально. Здесь детей приветствовал главный новогодний волшебник Дед Мороз. Вливаемся сюда. Все, 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 все. Обидно потом будет. Новогодние забавы, песни и хороводы. Ребятню развлекали шутками веселые персонажи. Кульминацией же стало зажжение огней на елке и праздничный фейерверк. Вот она горит, нарядная. Кстати, праздничный фейерверк также проходил под контролем пожарных и милиции. Завтра отделению госавтоинспекции Петрозаводска исполняется 33 года. В 1976 году министр внутренних дел КССР подписал соответствующий приказ. Тогда к работе приступили 16 сотрудников ГАИ. Сейчас за порядком на дорогах Петрозаводска следит более 100 человек. Что еще поменялось за 33 года в работе ГИБДД Петрозаводска, узнала наш корреспондент Александра Репникова. 33 года назад в городском отделении ГАИ была всего одна дежурная машина. Больше не требовалось. В отделении работало всего 16 сотрудников. И на вызовы они ездили бесплатно на общественном транспорте. Среди молодых и неопытных милиционеров отдела был и Мокеев Владимир. В те годы движение в Петрозаводске было не таким интенсивным. И отношения между водителем и сотрудником ГАИ отличались разительно. И водители доброжелательно относились. И к сотрудникам ГАИ. То есть, про некоторых сотрудников, как, например, старшина Бауша, ходили легенды по его отношениям с людьми. Но всегда эти доброжелательные были отношения. Не было, конечно, никаких разговоров о том, чтобы дать сотруднику ГАИ, как говорится, взятку. Отличалась и система штрафов за нарушение правил дорожного движения. Некоторых водителей наказывали рублем. Сразу, на месте, в прямом смысле этого слова. Штраф за мелкое нарушение составлял тогда 1 рубль. Штрафов было тогда меньше. Тогда частенько были, так называемые, просечки в правах. Очень действенный способ. Водитель нарушал правила движения. Его как бы предупреждали. То есть, были талоны предупреждения у каждого водителя. И в этом талоне делались просечки по тому пункту, который он нарушил. Например, правила обгона, превышение скорости. По данным 1977 года, в городе было зарегистрировано чуть более 11 тысяч единиц транспорта. Сегодня эта цифра превышает 100 тысяч. И следят за этими тысячами более 100 сотрудников городского отделения ГАИ. Окунуться в атмосферу 60-х предлагаем вам сразу же после рекламы. Оставайтесь с нами. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Ах, если бы мечта сбылась, какая жизнь тогда бы началась. Безупречность, уверенность, стабильность. Именно из этих составляющих складывается образ успешного человека. Классический мужской костюм. Залог успеха каждого мужчины. Здесь время становится осезаемым. Обретает форму и яркую индивидуальность. Наручные и интерьерные часы ведущих мировых брендов. В декабре всех покупателей швейцарских часов Ковер ждет подарок. Магазин-салон «Ваши часы» на Ленина 8. Безмятежное спокойствие. Нежные прикосновения. Брызги дождя и шум прибоя. Ванны и душевые кабины. Магазин сантехники «Сон». Лососинское шоссе 26. Торговый центр «Столица». Встречайте Новый год в ресторане «Северный». Изысканное меню и оригинальная развлекательная программа. Заказ столиков по телефону. 76 55 74. Проспект Ленина, 21. Единственный специализированный винный бутик «Ля Кав». Для вас ежедневные дегустации и помощь наших консультантов. А специально к новогодним праздникам действует акция «Три по цене двух». Вильный бутик «Ля Кав». Ленина 8. Телефон 78 2137. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем. Окунуться в атмосферу 60-х вместе с музыкой легендарной группы «Битлз» можно было в музыкальном колледже имени Раутю. Каждый год там проходит музыкально-литературный салон. Организуют его сами студенты. Виолончелистка Лиза Янченкова знает все творчество «Битлз». Именно она написала сценарий, в основу которого легли 18 песен из разных альбомов легендарной четверки. И так совпало, что в этом году юбилей «Битлз». И мы решили сделать такой проект. То есть если исключить вообще все слова и оставить одни песни, то получится вполне вменяемая история. Каждая песня — это отдельный сюжет. Более того, все хиты «Битлз» с английского на русский язык переводили сами студенты. Самые активные и талантливые после выступления были поощрены. Подарки молодежь получила и от депутата законодательного собрания Андрея Мазуровского. Особо отметили и студента третьего курса Андрея Маругина. В колледже его называют самым активным. И в этот раз, как правая рука режиссера, он отвечал за презентации и все техническое сопровождение. Это очень творческая профессия. Мне это очень все по душе. Мне это все нравится. Сегодня в петрозаводских детских домах и реабилитационных центрах живут несколько сотен детей. Для них Новый год немного грустный праздник, ведь у них нет родителей, которые положили бы под елку подарки. Чтобы исправить эту несправедливость, сотрудники гипермаркета «Сигма» каждый год поздравляют воспитанников таких учреждений. Вот добрался, славный час. А Снегурка не у вас? Со своей интерпретацией постановки Федота Стрельца «Удалого молодца» воспитанники 4-го детского дома начали новогодний вечер. Ребята пригласили на праздник всех своих друзей. Среди них самый верный и любимый гипермаркет «Сигма». И, как всегда, не с пустыми руками. Мы дарим им сегодня музыкальный цех с караоке. И надеемся, что наш подарок будет им способствовать развитию их творчества. Многие из них будут проявлять свой талант. И мы скоро их увидим тоже на телевидении. Стать Дедом Морозом для каждого ребенка из городских детских домов и реабилитационных центров может каждый горожанин. В гипермаркете «Сигма» с начала декабря стоит новогодняя елка с детскими открытками. Это благотворительная акция фонда «Материнское сердце». В этом году каждому собран большой пакет, где есть сладкий подарок, игрушка. В зависимости от возраста ребенка, это либо конструктор набора для творчества. Низкий поклон. Большое спасибо всем жителям нашего города. В первую очередь, это благодаря им. Каждый ребенок получит подарок не куда-то на полочку, не телевизор, который будет стоять там, а лично ему. То есть этот подарок будет передан в руки. Акция продолжается, и вы можете в ней поучаствовать. Для этого нужно всего лишь прийти в «Сигму», выбрать одну или несколько открыток и исполнить желание ребенка. В преддверии Нового года еженедельник ТВР «Панорама» вновь радует своих подписчиков. Сегодня в магазине «Егерь» именно он предоставил главный приз. Состоялся розыгрыш призов для читателей, подписавшихся на первые полугодия следующего года. Всего в редакцию газеты пришло около 5000 купонов со всех уголков Карелии. Главный приз — современная надувная лодка. Была специально изготовлена для победителя розыгрыша. В этот раз удача улыбнулась Валентине Фекиной из поселка Боровой Каливальского района. Именно туда отправился эксклюзивный приз. Поздравляем с замечательным призом. Не первый год лично я читаю эту газету. Она для меня интересна. Как я знаю, она интересна и популярна у всего населения Республики Карелия. И поэтому мы с огромной радостью приняли предложение ТВР «Панорама» выступить спонсором данного розыгрыша. И это не единственный подарок читателям. И еще будет разыграно немало призов, среди которых бытовая техника и мобильные телефоны. Все подробности читайте 30 декабря в свежем номере газеты ТВР «Панорама». Первый опыт «Праймерис» закрытого предвыборного голосования провело местное отделение партии «Единая Россия». На довыборах по Перевальскому округу, как известно, безвременно ушел из жизни депутат Алексей Масунов, в первичных организациях «Единой России» состоялось тайное голосование по пяти предложенным кандидатам. В «Праймерис» приняло участие 96 единороссов. Вот результаты тайного голосования. Владимир Сабинский 75 голосов, это 78%. Алексей Малеванный 12 голосов, Виктор Медведев 4, Валерий Петров 3 голоса, Павел Твердовский 2. Характерно, что победил член партии, не проживающий на территории Карелии. Уже несколько лет Владимир Сабинский проживает в Москве, но связь с Карелией не прерывает, о чем и говорит его попытка выдвигаться в законодательное собрание республики. Причем попытка более чем успешная, большинство-то подавляющее. Неудивительно, что после активной, где-то даже агрессивной политической деятельности общественность привлекла внимание к кандидатуре Алексея Малеванова, который взял 13% голосов. Но все же партийцы Перевалки и Древлянки считают, что пока ему представлять интересы партии в 10-тысячном районе рановато. Теперь тема выдвижения кандидатов в законодательное собрание от «Единой России» – вопрос технический. Потому что имя кандидата заранее известно. Автоторговый центр «Корел-Импекс» напоминает формулу долголетия авторезины. Собираем компоненты. Зимние шины монтируем на диски, готовые колеса балансируем и устанавливаем на автомобиль. А также не забываем проверять развал схождения. И все в одном месте. «Корел-Импекс» – продажа, установка и гарантия. Незабываемые путешествия по странам Скандинавии и Европы на комфортабельных автобусах. Более 12 лет безупречной работы. Телефон 273345. Нам доверяют. С нами надежно. Отель «Колевала» – это возможность забыть обо всех проблемах и душевно провести время с семьей, коллегами или друзьями. Это все необходимое для проведения любого торжества или корпоративного мероприятия. Это изумительная кухня и сказочная атмосфера. Отель «Колевала». Праздник начинается не с 12-м ударом часов. Праздник начинается у тебя в сердце. Сигма. Сердце праздника. Стоматологическая клиника «Ариком». Лечение зубов методом объемного пломбирования системой «Термофил». Щадящее отбеливание по технологии «Зум». Восстановление зубов по конструкционной методике за одно посещение. Все виды протезирования. Стоматологическая клиника «Ариком». Пусть Новый год будет веселым, а детский маскарад самым ярким в карнавальных костюмах от магазина «Улица делей». Цветные гирлянды украсят ваш праздник и подарят волшебное настроение. «Улица делей» для любимых малышей. Строительный гипермаркет «Коди» приглашает на новогоднюю акцию. В декабре и январе приходите в «Коди», совершайте покупки, собирайте печати и получайте гарантированные подарки. Строительный гипермаркет «Коди». Путейская, 5. Салоны мебели «Формат» представляют. Многофункциональные кухни собственного производства. Встраиваемая бытовая техника. Шкафы-купе и другая корпусная мебель по вашим размерам. Салон мебели «Формат». Теперь и на «Энгельса-17». Здравствуйте. На телеканале «Нико Плюс» время традиционного обзора прессы. Газеты описывали, как пиарятся отцы города и выясняли, куда россияне дели деньги. Полистаем подшивку. Перепетии петрозаводской политики по-прежнему служат главным источником журналистских расследований. На сей раз в бассейн Кокулампера свалился первый зам петрозаводского мэра, бывший депутат Петросовета Евгений Журавлев. Он сам напросился на критику, когда публично предложил проверить, кому именно прошлая городская администрация продавала муниципальную недвижимость. Как утверждают журналисты, Евгению Журавлеву об этом должно быть известно лучше многих, поскольку именно его семья при загадочных обстоятельствах заполучила дюжину весьма лакомых кусков городской собственности. По сведениям прессы, два года назад дюжины помещений, которые традиционно занимал Сбербанк, были проданы родственнице Журавлева по фантастически низкой цене. Сейчас Сбербанк продолжает работать в этих помещениях, но платит уже не в казну, а семье Журавлевых. Так что репортеры склонны видеть в его нынешних заявлениях обычный пиар, не связанный с поисками настоящей справедливости. Конец цитаты. До ухода в чиновники Журавлев был активным представителем депутатского большинства в Петросовете. С этим большинством связан еще один громкий скандал, который, похоже, плавно перетекает в Новый год. Как пишет газета «Петрозаводск», бюджет города принят, но вопрос о зарплатах депутатов Петросовета остался открытым. Напомним, что народные избранники не сочли нужным сокращать расходы на свое содержание, нарушив тем самым решение городского и республиканского полицоветов «Единой России». Пока местные партийные лидеры заняли выжидательную позицию. Подождем, пока депутаты получат январскую зарплату, и посмотрим, как распишут деньги на содержание Петросовета, а там и будем решать вопрос. В том числе не исключены поправки в бюджет. Сможет ли депутатское большинство оставить отдельно взятым народным избранникам непомерные зарплаты, станет ясно уже в январе. Впрочем, несмотря на все эти политические демарши, в Новый год Карелия входит достойно. Собака лает, караван идет. Как сообщает «Курьер», федеральный центр оценил регионы почти по 300 показателям, и по некоторым из них, включая важнейшие, наша республика оказалась в первых рядах. В частности, по росту продолжительности жизни, Карелия является лидером не только на Северо-Западе, но и во всей России. Кроме того, мы выше среднего уровня по темпам роста зарплаты, развитию малого бизнеса и обеспечению жильем. И, наконец, у нас один из самых низких показателей младенческой смертности. Помимо прочего, Карелия стоит на 14-м месте в федеральном рейтинге регионов по эффективности антикризисных мер. В интервью «Курьеру» глава Карелии счел такую оценку поводом для оптимизма, но не для самоуспокоения. Звучали в интервью и острые вопросы, например, о борьбе с коррупцией. Губернатор пояснил, что республиканские власти тесно сотрудничают с прокуратурой, а заодно занимаются ликвидацией законодательных пробелов, которые открывают лазейки для злоупотреблений. В том числе важную роль в этом процессе играет автоматизация госуправления в рамках проекта «Электронное правительство». Кроме того, Сергей Катанандов отметил, что и правоохранительная система нуждается в очищении. Об этом говорил и президент в своем предновогоднем интервью с центральным телеканалом. Надо помнить, что борьба с коррупцией – не инструмент для сведения счетов и реализации корыстных планов. При этом руководитель региона подчеркнул, что обязательным условием борьбы с нечистыми на руку чиновниками является гласность. Между тем, сейчас в прессе появляется много ангажированной и откровенно проплаченной информации. «Думаю, нормальные граждане понимают, что на протяжении 10 лет меня травят именно те СМИ, хозяева которых мои противники», – заявил глава. «Для них это способ борьбы за власть. Срок моих полномочий истекает в марте 2011 года. Дальше, как решит президент, так и будет. Но уж точно решит не потому, что этого захотят мои оппоненты». Конец цитаты. Впрочем, в преддверии новогодних праздников политика отходит на второй план. Как и все россияне, журналисты погрузились в расчеты новогоднего бюджета. По данным ТВР «Панорамы», предстоящие каникулы обойдутся экономике страны в 700 миллиардов рублей. Зато кинотеатры, операторы мобильной связи и торговые сети в накладе не останутся. Что касается семейного баланса, то, по сведениям курьера, средний россиянин потратит на встречу нового года почти 6 тысяч рублей. Треть этой суммы пойдет на покупку еды. На докризисный уровень выйдет спрос на бытовую технику, мобильные телефоны, ювелирные украшения и услуги турагентств. И в этом году с газетами у нас все. Подшивку для вас листал Дмитрий Дюгай. Всего доброго, с наступающим! Ухоженный, уверенный, успешный. Ваш стандарт красоты. Передовые технологии, квалифицированные специалисты, непередаваемая атмосфера, современная аппаратура – все лучшее для наших клиентов. Салон-студия «Стандарт красоты» на Невского, 18. РГЦ «Недвижимость» напоминает. 1 марта 2010 года заканчивается бесплатная приватизация жилья. В связи с этим мы открываем новый пункт приема документов. Гоголя, 12, 3-й этаж, кабинет 7. Вход со двора. Телефон 77-49-10. Рекламное агентство «Прома». Включаемся и работаем. Как телевизор. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Только с 22 декабря по 10 января в магазинах Северной меховой компании новогодние и рождественские скидки до 15% на все шубы от норки и бобра до овчины, головные уборы, пальто и куртки. По прогнозам Карельского гидрометцентра 26 декабря ожидается облачная погода. Ночью с прояснениями. Утром и днем снег, метель. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Утром и днем порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 9-11 градусов мороза. Ждем вас в магазинах Северной меховой компании по адресам «Меховая одежда», «Меховой салон» на улице Горького, 7-15 и в торговом центре столицы, второй этаж. Курс валют представляет ОАО «Восточный экспресс-банк». По данным Банка России, на выходные дни установлен следующий курс валют. Доллар США 29 рублей 43 копейки, евро 42 рубля 36 копеек. Полезная информация бесценна. Смотрите «Неку плюс» и будьте в курсе, господа.